Привет, друзья! У нас утро очередного дня. И я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Сегодня у нас выпуск будет посвящен бытовухе. Тем более поводов у нас несколько. Приехала Дина, но я думаю, что это уже ни для кого не секрет. Как она добралась, потому что в условиях пандемии, вы сами знаете, что передвижение крайне затруднительное. И как это все происходило, расскажет Дина. Ну и у нас будет такой день на расслабухе. Мы поедем на пляж покупаться. И сегодня к нам для дрона, для маленького дрона, должны приехать запчасти, которые позволят на нее поставить GoPro. И я хочу пойти что-то попробовать поснимать. Поэтому будет такой выпуск на расслабоне. Поехали! Хочу напомнить, что стоим мы в Линтон-Бэй, Марина, в Панаме. Это Атлантическое побережье. Наша стоянка здесь связана с пандемией COVID, с тем, что все границы вокруг закрыты. И тем не менее, в нашей жизни все же что-то происходит. Об этом будет сегодняшний наш выпуск. Я думаю, что пришло время, и ты расскажешь людям, как ты прилетела. Я думала, пришло время, и ты будешь оттирать чайник. Это мерзко. Ну серьезно, это твоя задача. То есть ты сейчас не хочешь? Нет, я хочу, чтобы ты не портил процесс. Подожди. Уборка first. Мне не доверяют. Из моих любимых игрушек одна. Короче, вот этот чайник, который я купил где-то в Азии, я уже не помню, но он мне так нравится. Прямо такой вот кусок брутальности, такая ржавая ручка. Короче, но я его стараюсь чистить, чтобы он был прямо в классном состоянии. Ну вот офигенно нравятся мне вот такие штуки. Короче, очистил, будет чистенький какое-то время. Мойка под давлением. Очень удобно на лодке, но есть один очень важный момент. Когда у вас струя идет вот так, то есть пучком, вы этим давлением можете порезать тик, и тогда он практически будет испорчен, потому что будут подорваны глубоко волокна, и с этим уже ничего сделать будет нельзя. Поэтому тик нужно мыть на максимально открытом. и если нужно, допустим, убирать пластик, когда вы прижимаете близко и нажимаете, если нужно как бы просто намочить, тогда прямо без давления это все нормально мочится. У нас тут уже красота. Здесь все убрано. Шмотки сохнут. Дождь идет, поэтому шмотки сейчас надо будет собирать like a hell. Кстати, ветер, который дует, сейчас тут это ненормальный ветер, потому что он дует вот оттуда. А обычно ветер дует вот оттуда. Поэтому дует под какую-то тучу. Ну, а, соответственно, туча. Вуаля! И это будет сильный дождь. Шмотки собираем. Проходит чуть-чуть время. Посмотрите, как затягивает. И здесь сейчас такие молнии бабахают. Причем обычно, вы знаете, как считать расстояние до грозы. Идет вспышка. Вы считаете секунды. Каждая секунда 300 метров. И если там 10 секунд, значит 3 километра по расстоянию. Ну, приблизительно. А сейчас здесь лупит прямо сразу. Такой бабах и сразу гром. То есть это вот находится где-то здесь, прямо рядом. Стремная фигня. Спрашивают, что будет, если в лодку ударит молния. Ничего хорошего не будет. То есть если вы идете под парусами, то есть шанс, что может сгореть электроника. Ну, что-то сгорит, понятное дело. Бывает, так пахнет, что может сгореть вообще все. Даже закипеть стартер двигателя, стать одним куском. Но на самом деле это бывает редко. Плюс, когда лодок много, оно обычно где-то в стороне лупит. А в марине крайне редко. Но иногда, к сожалению, бывает. Но ничего страшного. Этим нас не испугать. Единственное, хочется, чтобы оно быстрее все прошло. Потому что хочется пойти полетать на дроне сегодня. Смотрите, вот там вот идет дождь. Где-то 5-6 секунд от молнии до грома. Поэтому переживать не стоит. Это все-таки далеко. Да но, смотрите, какой дождь. Это тропический дождь. Он быстро пройдет, но все равно прикольный. Посмотрите, сколько воды течет. Такая погода клевая. Но только никогда где-нибудь там в море, потому что тебя заливает. Ну, где-то так. Обычно такая погода каждый день. Но тропические дожди, они не льют долго. Он вылился, слил там тонны, тонны, сотни тонн воды и прекратился. Потом проходит там, может, в этот же день, может, в другой день. И опять поехала. Пока дождь проходит, Дина там готовит нам какой-то завтрак. Что же она готовит? Ого, что это ты такое сделала? Сметанкой сдобрила. И сосиски, и сосиски, и сосиски. Класс. В тропиках после дождя, смотрите, как бывает. Вот там вот в горах, когда очень много воды выпадает, начинается вода испаряться. И вот эти вот облачка, которые там, это прямо испарение из джунглей, рейнфорест. Вода испаряется, и видно, как будто дым в горах. Вот она. Чай? Нет, это пинь, пипа. Пипа. Всем приятного аппетита. Особенно тебе. Особенно мне. Неожиданно закончился кэш. Хочется пиво купить. Патрик! Патрик! Тут пиво стоит 4,75 за 6 баночек. А у меня есть только 4. Дай мне доллар, пожалуйста. Доллар? 1 доллар. Вот так вот подошел в сегодняю лодку, попросил бакс. А, оп, смотри. Материализовалась. Не только доллар, но и пивища. У меня есть прикольная штука, которая пришла с Америки, с Амазона. Кстати, здесь на Амазоне очень прикольная доставка, потому что все, что мне нужно сделать, это купить на Амазоне. Оно приезжает на адрес во Флориде, в Майами. И отсюда, за 10 долларов за посылку, приезжает сюда, в Панаму, с доставкой прямо в Марину. И вот, внимание, что-то сегодня к нам пришло. И я знаю, что это что-то для дрона. Сейчас я занимаюсь тем, что я буду делать naked GoPro, то есть раздетую GoPro, потому что так она весит 120 грамм. А у меня в планах сделать ее 20 грамм, чтобы вот этот дрон мог ее носить и красиво снимать. В общем, вот это вот задача. Сейчас мы будем заниматься, а я вам покажу, что же пришло сегодня с Амазона. Это, короче, маленький магазин, который занимается 3D-печатью. Вау, конфетки! Какая милота! Наклеечка. Наклеечки хорошо. Это я не заказывал, это, наверное, просто подарок. Но я заказывал вот это. Вот в это будет вставлено GoPro. А еще вот такие вот прикольные лапки, которые можно сделать на дрону такими антенками. Или вот сюда вот так вот. Для лучшего приема. Но этого мы делать не будем. Нам основная задача это сделать так, чтобы была здесь наверху GoPro и это все снимало. Смотрим, что у нас получилось. Итак, вот такой вот дрон. Батарейка на двух страйпах. Вон снизу у нас есть базар. Пищалка, которая его помогает находить. Снизу камера FPV. Это та камера, через которую мы смотрим в очки. А сверху это GoPro. Та, которая снимает красивое видео. Итак, мы готовы для того, чтобы начинать пользоваться красивой съемочной камерой. Потому что все приехало. Опа! Класс! Как вы понимаете, одной рукой летать жутко неудобно. Ну, короче, работает. А дальше полевые испытания. Ну, вот, собственно, и пришел тот момент, когда мы начинаем идти и запускать дрон. Мы готовы. Камера стоит. Ха! Сейчас будет все круто. Сейчас будем летать и снимать. Это первый раз, поэтому сможете оценить результаты. Ты, я смотрю, прямо в рубашке такой, чтобы не сгореть. Да. А у тебя воротничок спрятался внутрь. Может, его там и не было. Было. Ты такая сейчас, как летучая мышь. Такая, я хочу. Потому что в панаме, в очках. И в оверсайз рубашке. В разлетать. Это та дорога, по которой мы обычно ездим на скутерах, а сейчас... Или бегаем. Пешкодралом. Да. Апиа по-испански. Ну, тут, в принципе, 50% дороги тенек. Из-за великих деревьев. Нормально. А, ну, красивая дорога здесь, конечно. Просочилась? Просочилась. Это не телефон булькнул? Нет. Это камни. Теперь моя очередь. Сложный путь он брал. На. Это такое приключение в стиле Индиана Джонс, да? Прямо адвенчер. Да, вышли за забор. Вышли за забор. Что здесь происходит? Какая мара. Что тебе здесь нравится? Настоящая экспедиция. Я чувствую себя, как юный Даррел в книге. Семья Даррелом. Да. Ну что, распаковка, распаковка. Какая насекомых и растений. У нас сегодня будет не просто полеты в очках, а у нас есть еще планшет, на который будет выводиться вся информация. Дина может смотреть, что мы делаем, и будет навигировать, куда лететь правее-левее. Да. Сейчас и посмотрим, какой из меня навигатор. А из меня пилот. Две антенны. Одна направленная, вторая антенна круговая. Ну что, готово? Это тебе. Мне проще смотреть так за ним, чем по-другому. На, ему теперь пару снастюбую. Ого! Вот это сейчас ты серьезно просочился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты очень хорошо летаешь, я тебе скажу. Уже набил руку? Да. Ну что, куда давай думать? Куда еще летим? Пойдем там, поближе к водичке станем. А у нас здесь новый локейшн. Нью челлендж. Тебе тут нравится? Да, здесь прямо можно кэнкер сделать. Потому что здесь суперсвежо, это такой полуостров. Но тут есть опасная лужа. И твоя задача не убить в первый день Гоу-Про. В первый день Юго-Про. В этой луже. В этой луже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, офигенно, мне так нравится. Сейчас еще приедем на лодку, посмотрим, что там за качество на камере. Но мне кажется, что все должно быть хорошо. Уже снимало оно, во всяком случае, что-то оно снимало. Аудин и здесь своя задача. Исследовать. Сбор ракушек. Это, кстати, речка. И когда здесь много дождей, вода здесь полная. То есть эта речка наливается водой, которая стекает с гор. Иногда бывает она, ну, прямо мощная. И выносит прямо камни с гор. Вот видите, сколько здесь всего. Устье реки. Орхидеи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого. Ну, я такую не беру. Она вмохнатая еще. Я вот эти пиолетовые. И вот эти пиолетовые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она на меня давит большим холодильником. Нам нужен большой холодильник. Для ракушек хранить? Нет, для ракушек у меня все в порядке с хранением. Есть еще куда. А вот продукты хранить становится все сложнее. То есть ты или ешь все больше? Нет, я хочу в холодильник хотя бы полуторку. Я не говорю. Двухспальный холодильник. Жарко? Жарко. Но это короткая. Которопки отрезать. Не жарко, а потом нормально. Жарко-жарко, а потом не жарко-не жарко. Да. Вот касательно змей в Панаме. Как-то не опасно. Может быть, она не опасная. Но после того, как меня здесь чуть не цапнул X-Wiper, и мне сказали, что если бы он тебя цапнул, тебе был бы... А я просто ехал на скутере, и он прямо из куста выпрыгнул и укусил, но промахнулся. Ужасная история. Выглядит, как будто ты змей, не боишься? Ну, это мертвая. Мертвых я не боюсь. А как ты определила? Вдруг она еще чуть-чуть живая? Ну, таким тоже не до тебя явно. Вообще, змея обычно не хочет на тебя нападать. Она испугалась и хочет спрятаться. Обычно. Ну, вот мне сказали, что этот X-Wiper, который на меня напал, это единственная змея, которая... Нападает. Нападает на людей, она никого не боится, ей вообще все по барабану. Змея отморозок. Ну, а я по этой дороге как раз хожу часто на пляж и обратно. У меня 3,5 километра в одну сторону, 3,5 в другую. Где-то оно там живет посередине, между прочим. Я еще и с музыкой в ушах хожу. В общем, даже шорох. Поэтому крик змеи ты не услышишь. На самом деле, вот этот X-Wiper, который опасный, он в длину, наверное, где-то метра полтора. Но он такой вот где-то как большой палец толщиной. Поэтому его заметить иногда достаточно сложно. Но и в принципе змей заметить сложно. И в Панаме есть несколько ядовитых змей, которые вообще мортально опасные. Есть, которые такие более-менее, но много змей, которые не ядовитые. Поэтому не бойся. Будем надеяться, что тех, которые будут встречаться нам на пути, будут только не ядовитые. Мы уже встретили одну ядовитую. X-Wiper. Про себя говори. А я про тебя говорю. А мне не надо. Змея. Не толкай меня на муравьё. Змея. На муравьи тут. Ну, как вы знаете, пока я был один здесь времени, я на пляжный отдых совершенно не тратил. Но так как приехала Дина... Да, мы будем наверстывать. Она меня заставляет ходить на пляж. Но так как вы видите, купаться я обожаю, то купаться будет Дина самостоятельно. А ты будешь дроном летать? А я беру с собой дрон и буду летать маленьким дроном. А пиво мы уже открыли, между прочим. Говори за себя. Попрошу не обобщать. Да. Оп. Поэтому можно сказать, что да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут смена сезонов произошла на побережье, пока меня не было. И новые ракушки. Короче, настал тот выпуск, когда я буду рассказывать вам о проблемах, с которыми может столкнуться каждый человек. И столкнулась я. Я заболела. Заболела в сентябре. Заболела сначала, подумала, что не сильно и ничего вообще страшного. Но проблема была в том, что мне здесь не помогли врачи. Я была у пяти разных врачей в двух разных клиниках. Я ездила каждую неделю на протяжении где-то трех-четырех почти месяцев. И мне так и не смогли помочь врачи с, казалось бы, очень простой штукой. Цистит бактериальный, обыкновенный, банальный, типичный. Но местные врачи, короче, выписывали мне разные виды антибиотиков, которые я, слушаясь, врачей принимала. Не зная вообще, как с этим быть. В общем, мне здесь не помогли за три с лишним где-то месяца. Около полторы тысячи долларов на приемы, анализы, приемы, анализы, таблетки, таблетки, уколы, приемы, анализы. Вот эта вот вся фигня. И в итоге я решила, что время лететь в Украину, потому что Украина, особенно Киев, я не говорю за всю Украину, но Киев это то место, где я могу найти врачей, которым я буду доверять, в которых анализы сдать. Это просто за один раз очень много всего и абсолютно за разумные деньги. В общем, я полетела в Киев на диагностику в первую очередь и лечение. Короче, и исходя из моего жизненного опыта, которым я спешу поделиться, потому что, возможно, кому-то это реально будет полезно, я буду вам рассказывать в следующих выпусках про аптечку, про возможные чекапы здоровья, которые вам могут иметь смысл пройти, так же, как и мне. И вторая рубрика, поскольку я не просто так в Киеве 4,5 месяца была, из них я только 2 месяца занималась диагностикой и лечением, потом я заболела ковидом, провела еще 3 недельки на карантине в апартаментах, и после этого началась отдельная история про мои зубы, виниры. То есть я поставила себе, ну не сама себе, конечно, но замечательный врач Сергей и вся его команда. То есть я? И ты тоже, кстати, да? Куда же без тебя в этом вопросе. Короче, мы поставили виниры, поскольку я столкнулась с абсолютно новым уровнем медицины, когда там микроскопы, 3D-сканеры и всякая такая фигня, я договорилась с Сергеем и договорилась с ребятами в Киеве, которые бы поснимали эти процессы, потому что на самом деле современная медицина, как вот в разрезе, например, зубов, очень-очень далеко шагнула вперед, и я надеюсь, я решила вопросы зубов на несколько лет вперед. То есть одним из условий нужно просто раз в полгода профессиональную гигиену проходить, и в остальном гарантия 15 лет. Вот посмотрим. Долетела я тоже очень интересно. Я первый раз летела в такую вот эпоху прямо ковида-ковида и не возвращаясь на родину. То есть если я, когда летела в Украину, это понятно, я гражданин своей страны, я хочу попасть домой, мне никто не помешает. Когда я летела сюда, были вопросики, и билеты менялись. Короче, сначала я думала полечу туркишами, а в итоге полетела через Шар-де-Голь в Париж. Но в целом долетела, и в целом сейчас путешествовать можно. То есть я по итогу сюда прилетела как турист, получив свои 180 дней по прилету. Но мой перелет был не без приключений, потому что без приключений, наверное, скучно. Началось с того, что, конечно же, я сдала тест на ковид, который я знаю, что у меня быть не может, потому что я переболела. Но тест с переводом на английский язык сделала тест в Одессе, выезжая от Дианки. Потом приехала в Киев, и на следующий день был мой вылет. То есть, в принципе, тест спросили только уже в самой Панаме. Когда я прилетела, был отдельный столик, где смотрели тесты. Больше нигде тесты не смотрели. Второй вопрос, что все сейчас летают вот типа в этих масках, которые респиратор, без клапана, FTT, что-то там есть два, есть три. В общем, они вот такие специальные маски. Тоже пугали, что вот прям только в таких. На самом деле полрейса сидела не в таких. Полрейса сидели в обыкновенных. Рейсы не заполненные. В аэропорту все нормально. Единственное, в Панаму, когда вот летишь, в Париже смотрят, ну, куда летишь, зачем? Хотя им и на самом деле это не очень важно. Но если ты летишь в Панаму, и на Чикини в Панаму просят документ, который ты должен был онлайн заполнить, это как бы твое разрешение на въезд. Ты просто оставляешь свои данные на сайте, и все. Все, тебе приходит тут же моментально подтверждение, что окей, приезжайте, мы вас ждем на испанском языке. Такая грамота, ты ее на Чикини показываешь из Парижа в Панаму уже, и все. Здесь я прилетела, и на следующий день привелась Pfizer. Между прочим, переболев ковидом два с половиной месяца назад, сказали, что может быть не обязательно, но я хочу поскорее. Здесь всех прививали Pfizer, прививали бесплатно, в школе, просто в порядке практически живой, организованной очереди. Все четко, все классно. Через где-то недели три уже даже меньше будем с Сережей ставить вторую прививку, получать свой паспорт прививанта, путешествовать с легкой душой, с сердцем. И не думать, что ты какую-нибудь там бабулету можешь ненароком заразить. И, короче, я против вот этих необдуманных, обеспеченных штук. Я в Киеве видела, как происходит, когда много ковида. Ну, действительно, это страшная фигня. Здесь в Панаме полегче. И все следуют правилам. Собственно, привились реально все. Так что, ребята, если что, не со, бегом за прививкой. Ты довольна, что ты приехала? Да, очень довольна. Вообще, это, конечно, что-то невероятное уезжать так надолго и потом телепортироваться в рамках там 20 часов тотал домой. Офигенно. Я очень счастлива. Вот даже Сережа на пляж вышел. Сейчас я договорю и побегу ползать. Ползать по этому пляжу туда-сюда, потому что отлив. Ракушки. Сами себя не соберут. Все так совпало. Короче, ребята, буду вам рассказывать про все интересное здесь. Ну, и про аптечку, потому что у меня это теперь личная ответственность донести какие-то свои ноу-хау, свои наработки. И чуточку, может быть, еще отдельное мнение специалиста, которого мы спросим обязательно, специалиста-фармацевта по поводу медикаментов, потому что тема очень серьезная. И это реально, на это важно обращать внимание, когда ты куда-то собрался в какую-нибудь страну, типа, например, Панамы, как мы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот у нас вечер. Мы сейчас находимся на Ислагранде. И, в принципе, наш день уже подошел к концу. Дальше мы будем ехать на лодку. Но для вас, после того, как мы закончим наш выпуск, мы вам сделаем несколько минут офигенного заката, да, сенсета. И мы его просто поставим под музычку, и после того, как мы с вами попрощаемся, и вы поставите лайк, подписку, колокол, да, 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 комменты, лайки, вы все знаете. Мы с вами увидимся уже в следующем выпуске скоро. А теперь давайте наслаждаться закатом. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА